...поцентов не поднималось, даже в самые критические моменты. Проблемы с тарифами по ЖКХ тоже, говорит, решаются компенсациями, субсидиями, различными надбавками. Поэтому общие показатели, принятые в цивилизованном обществе, статистические показатели, они все-таки говорят, что положительная динамика есть, изменения. Она есть, может она не такая, как хотелось бы, конечно, но она, тем не менее, такая стабильная, присущая. Так что не просто так он сказал, что чудес не бывает. Хорошо, если новгородцы, говорит, это поймут. Пока, ему кажется, не все понимают происходящие перемены. Вообще смутно понимать, что уже от них требуется и что вообще надо сделать на всех уровнях для того, чтобы ситуация изменилась. Пример, говорит, пожалуйста. Но сначала смеется о том, почему так важно сегодня всем губернаторам заниматься спортом. Вот он каждое утро в бассейне, летом Волхов на раз переплывает, бадминтоном уже несколько лет занимается. Сегодня еще и восточная дыхательная гимнастика. Сыгун. Очень эффективно. Это не только для здоровья, и мышцы развивает. Нервную систему, говорит, укрепляет. А нервы губернатор должен иметь железные, а еще лучше железобетонные. Вот, воскресный день, объезд по области, строительство дома для ветеранов Великой Отечественной. Он, говорит, ждал, что сейчас отрапортует, мол, все идет полным ходом, но никто там никуда не идет и никаким ходом. Губернатор возмущен до глубины души. И, подождите, вот вы так все рассказываете, понимаете, как бы объясняю. А, в общем-то, для кого это было неизвестности, потому что надо дом отстроить. И какие проблемы, вот вы послушайте меня, какие проблемы вообще. Мы строим год 451 домов. И каждый дом имеет тех условий, каждый дом надо к классу попросить, к электричеству, еще к другим коммуникам. Вот, понимаете, вот такие вещи, когда мне вот их задают, например, на истечении девятого месяца, я их рассматриваю как шантаж. А шантажом со мной работать очень тяжело, потому что я на маленький шантаж отвечаю просто огромными административными мерами. Чрезвычайно. В общем, у строителей там целый компот из электричества, газа, фундамента, инвестора, еще чего-то. При этом дом уже, говорит, пора сдавать, а все молчат. Вот он сейчас, заместитель губернатора, значит, говорит, пусть ко мне бы обратился кто-нибудь. Я решу это на раз-два. Ну, почему никто об этом не говорит? Дождались конца сентября, когда, значит, вываливали эти вопросы. Губернатору, правда, пообещали, что все будет хорошо. А он, в свою очередь. Все районы муниципальные, которые будут недостроены, значит, и жилье будет у ветеранов не обеспечено, отвечать будут в голову свои. А суровый нрав и жесткий стиль работы Митина здесь знают отлично. Жесткий для того, кто ничего не делает, кто не хочет понимать, кто не любит свою работу, не любит и не хочет заниматься так, чтобы был от его работы эффект. Вот для тех я жесткий. И это на самом деле так, потому что мы ставим перед собой достаточно конкретные, серьезные задачи. Я знаю, в общем, вы довольны, что вас назначили сюда губернатор. Я должен вам сказать такую вещь. Я вот иногда часто раздумываю. Может, я такой человек, может, это от родителей мне пришлось. Но мне любая работа, которой я занимаюсь, она мне нравится. И поэтому думается так, что если тебе она не нравится, то лучше не работай тогда. Вот ему, говорит, очень повезло в молодости. Педагоги были хорошие. Научили вкалывать. Институтские стройотряды тогда на сложнейшие объекты посылали. В Коми АССР, в Якутию. Не взирая на холод, на какой-то снег, там, значит, там работали по-настоящему, по-мужски. Там с таких тяжелых, сложных условиях, с примитивной техникой. В основном носилки, лопата, лом, кирка, кайло. Романски особой, может быть, и не было, зато была школа мужества. Это была великолепная школа. Думаю, что вот именно там мы научились, вообще поняли, вообще смысл вот такой вот иступленной работы. Теперь о родителях, да и вообще о предках воеводы Митина. Кто-то, говорят, пустил слух, что он из рода древнего, княжеского. Нет, я не княжеского рода. Сейчас об этом принято многим говорить, значит, но я не княжеского рода. И очень горжусь, потому что предки мой, отец мой жил в Брянской области. Дед был крестьянином в Брянской губернии. Зажиточным? По отцу. Да, он был зажиточным крестьянином. Семья, рассказывает, была мощной, крепкой, 8 человек детей. Один из них его отец, кадровый военный офицер. И после войны еще служил. Вот когда я родился, он был военным. И мы много ездили. То есть, ребенок гарнизонов. Да, ребенок гарнизонов. Учился, соответственно, в разных школах, но помнит, говорит, почти всех своих учителей и одноклассников. Медалист? Нет. Никогда медалистом не был. Ну, не был и двоечником. Мама была учительницей, к сожалению, рано умерла. Воспитывали его и брат, и дед, и бабушка. И вот что удивительно, и даже странно. Сергей Герасимович не помнит ни одного Нового года своего детства. Как все что-то, елку, запах, мандарин. Зато до сих пор, говорит, помнит запах той картошки, которую всегда жарила бабушка. Потому что это было какое-то просто наслаждение и явство. Совершенно не понимая, как можно было сделать из простой картошки и масла. Причем, по-моему, оно даже подсолнечное было. Сделать такую, значит, блюдо. Между прочим, добавил, он тоже очень неплохо готовит. После того, как не стало, мама научился. И сегодня бывает, когда с группой товарищей они едут на охоту или рыбалку. В первый день я имею такую привычку делать уху. Настоящую такую уху. Ну, настоящую, которую меня научили там вот волжские рыбаки. Ну, для этого надо, во-первых, очень хорошую, свежую, живую рыбу. Потому что по нашему стандарту, да, по нашему стандарту, рыба, когда ее закладываешь даже в котел, она еще должна хвостом бить. Она должна быть живая. Для этого нужна очень хорошая вода, огонь хороший. И, как правило, 5-6 помощников мне, которые все заняты этой проблемой. Но уха получается такая, что после этого, как правило, никто не ест такого блюда. Не знаем, не пробовали, нас не угощали, но рассказал аппетитно. Губернатор вообще мужчина хозяйственный. Даже в выходной, после завтрака, на который частенько приглашает членов своей команды, собирается прямиком в магазин или на рынок. И себя показать, если кто забыл, и качество проверить, и цены посмотреть. Вот, мясо по 160 рублей всего. Дешево, это мясо, мясо подешевле, у нас где-то 220-200. Ну, свинина сейчас... А это, я смотрю, баранин что будет? Да. Баранин? И тоже здесь местное? Местное. А уже 220. По мясу, как сказал, порядок. Давайте хлебушек посмотрим, есть здесь хлебушек? Есть, есть хлебушек. Хлебушек там и дешевый, в области теперь играть. Кстати, о хлебушке и зернышке. Новгородская область, как известно, никогда не была сельскохозяйственной. Но вот что значит, и здесь это отмечают все, рука бывшего замминистра сельского хозяйства. Грамотные специалисты и современное оборудование. В этом году впервые им удалось вырастить яровую пшеницу. Подобного, говорят, никогда не наблюдалось. Можно сказать, явление. Вот яровая пшеница, 44 сантиметра гектара, с очень высоким содержанием клейковины. Собственно говоря, эта пшеница может использоваться для приготовления муки и хлеба, соответственно. Впечатляет? Еще бы. А местные как впечатляют? Они, говорят, даже стали постепенно некоторыми достижениями области гордиться, не только яровой пшеницей. Вот не автомобиль, а сказка. На нем, кстати, губернатор Митин по полям рассекает. Он же трактор, все в одном флаконе. Чего только не делает. И сеет, и жнет, и на пожаре может, и пилит. Насадки только успевай менять. В их любимом Новгороде выпускают. Так, пора возвращаться в магазин. Там что-то с курятиной не то. И почем вот эта вот курочка? 110, 110. А что так дорого? Ты кто мне скажет, а? Сейчас, сказал, разберемся с накладными, с реальной ценой мяса первого сорта охлажденного. Не прошло и пяти минут, все выяснили. 87 рублей. Вкусная цена у нас с Белгран Корма в корейской репе. А что такое Белгран Корм? Это новый, крупный, недавно реализованный, важнейший для области инвестиционный проект. Если кто говорит, еще не понял. Ну вот смотрите, значит, Белгран Корм 87 рублей отпустил в Крестинское райпо. 87 рублей. Крестинское райпо вам отпускает по 96. 10 рублей набросили. Вы 15 процентов. Вот давайте считаем. Если бы вы купили по 87 рублей, 15 процентов прибавьте. Посчитали мгновенно. 100 рублей бы стало, да? 100 рублей. То есть 10 рублей вы, будем говорить, мы украли у потребителя. При этом, говорит, спорить будут до посинения. Кто у кого украл, какая там цепочка посредников, не понимая главного. Покупатель пойдет туда, где лучше. Рынок так потеряете. Абсолютно, однозначно потеряете рынок. Мы для чего куриный завод построили? Чтобы дешевле было. Чтобы было дешевле. И не только дешевле. Это убежден возможность отказаться от некачественной или низкосортной импортной продукции. Новгородская область имеет все возможности сегодня качественные продукты питания делать, поскольку экологически это чистая область. Здесь нет вредных производств больших. Реки наши чистые. Поля нормальные совершенно. Значит, ничем здесь не загрязненные. Курочка новгородская, как сказал, кормилась хорошим зерном. Без непонятно каких биологических добавок, без вакцинирования, незамороженное. 66 тысяч тонн мяса этой курочки они уже имеют сегодня. И это не предел. И мы планируем увеличить мясо, производство мяса птицы примерно до 100-120 тысяч тонн в гоф. А куда вы делаете вот этих голландских, американских? Голландские, американские. Пусть кушают американцы и голландцы. И у коров вместе со свиньями тоже прекрасные перспективы. Их мясо и только их будет в новгородской колбасе. Мы уйдем от того мяса, которое тоже сегодня присутствует в каждой российской колбасе. Импортное мясо полностью его заменим на свое. При этом губернатор настаивает, что в их новгородской колбасе мясо есть и процент ему большой. В колбасе много мяса? Прекрасное. Просто я вам советую зайти на специальный магазин. Зайти никуда не успели, но Расмитин сказал, верим. Дальше вся плодо-овощная база тоже будет наша. Здесь, говорит губернатор, можно выращивать все свое, чем испокон веков занимались предки. Только об этом, почему-то, говорит, все забыли. Да и кормить есть кого. Две столицы рядом. Так что новых, просто жизненно необходимых проектов хватает. И никто не отрицает, что с приходом Митина в область вернулся инвестор. Во что больше, скажем так, вкладывают? Что им интереснее? Вообще, как ни странно, наиболее инвестиционный у нас сегодня сектор экономики – это транспорт и связь. И транспорт, безусловно, не только наземный. Это и воздушная перевозка. Аэропорт они обязательно тоже реанимируют. Но среди всех проектов один очень интересный. Нам нравится. Да и голубая мечта самого губернатора – возрождение судоходства по древнейшей реке Волхов. Будем из Варяг в Греки. Ну, из Варяг в Греки уже, наверное, не придется идти, потому что дальше туда нет пути. Но вот Санкт-Петербург, страны Прибалтики, Скандинавия, ну и через Волгу уже туда, на Каспийское море, на Черное море. В общем-то, ход такой есть. И он вполне возможен. Но, как всегда смеется, дело осталось за малым – построить флот, причем специфический. Все-таки Волхов – неглубокая река, и наличие 11 мостов, таких низко расположенных, дает такую задачу. Когда нужно строить суда низенький, грузоподъемность и полторы тысячи тонн. С невысокой рубкой и с низко сидящим, в общем-то, своим грузовым отсеком. Зато, как построят, представили мы, какая здесь закипит жизнь. Пойдут по Волхову суда с помидорами из Астрахани, в Астрахань с лесом. А мимо, как в Средние века, всякие там лодки викингов будут сновать. Корабли немецких и византийских бизнесменов будут приплывать. Подарки заморские, да дань привозить. Много, да, немного. А Новгород великий, как и 1150 лет назад, станет крупнейшим и богатейшим регионом государства российского.